ТЕЛЕУРОК Какой прекрасный день! Я очень рада, ребята, видеть вас на уроке русского языка. Сегодня у нас с вами необычный урок. Сегодня на уроке к нам пришли наши друзья Ильдиар и Эльмира. Ребята, скажите, с какой буквы начинаются их имена? Правильно, с буквы Э. А вы знали, что существуют слова из одной только буквы Э? Например, в далёкой стране Нормандии, на севере Франции, есть город, который называется только одной буквой Э. А ещё буква Э может обозначать китайскую фамилию. Правильно, ребята! Значит, сегодня на уроке мы повторим всё, что вы знаете о звуке и букве Э. Узнаете новые слова с этой буквой. Будете выделять звук и букву Э в начале слова. Давайте с вами произнесём ещё раз имя девочки, которая пришла к нам сегодня на урок. Эль-Мира. Правильно, ребята. Назовите первый звук в имени. Звук Э. Ещё раз. Э. Встречает ли воздух преграду при его произношении или проходит через горлышко свободно? Попытайтесь его пропеть или потянуть. Этот звук поётся. Значит, звук Э гласный. Он может быть ударным, а может быть безударным. Сегодня на уроке, ребята, мы встретимся со словами на букву Э. Запомните их, как они пишутся. Ведь они все словарные. А живут наши герои Иль-Дияр и Эль-Мира в городе Талас. Талас, ребята, это маленький, ну, очень известный город в Кыргызстане. Талас известен, как земля Манаса. А наши герои, Эль-Диар и Эль-Мира, были такие любопытные, что решили отправиться вдвоём на экскурсию по городу. А можно ли гулять детям одним? Нельзя, ребята, правильно. А вот и первое слово, которое надо запомнить. Это слово «экскурсия». Только вышли они из дома, смотрят, огромная машина с большущей рукой. Ребята и спрашивают. «Рученька, ручища, что в земле ты ищешь?» Ничего я не ищу, землю рою и тащу. Кто догадался, что это за машина? Экскаватор. А кто знает, ребята, как будет называться профессия человека, который работает на этой машине? Экскаваторщик. Запомните, ребята, как пишутся эти слова. Посмотрели дети и отправились дальше. Зашли ребята в супермаркет и подошли к движущейся вверх лестницы, которая называется эскалатор. А ещё такую лестницу, эскалатор, можно видеть в аэропорту, в метро. Но, передвигаясь по ней, нужно помнить и соблюдать простые правила безопасности. Не толкаться, быть внимательным. Запомните, ребята, что обозначает это слово. Разделите это слово на слоги. Эс-ка-ла-тор. Звук э, ребята, гласный, и он образует слог. А как легко определить количество слогов в слове? Давайте вспомним. Сколько в слове гласных, столько и слогов. Поэтому звук э, ребята, образует слог. Телеурок Купили себе, ребята, мороженое на палочке, которое называется эскимо. Они поднялись на второй этаж и увидели телевизор с огромным экраном. А показывали там птицу Эму, которая живёт в Австралии. Пошли ребята дальше и встретили друга Эрмека. Ребята рассказали, что видели много интересного и познакомились со словами на букву Э. А Эрмек сказал, что тоже хочет загадать им загадки. А я, ребята, вам дам подсказку, что слово-отгадка начинается на букву Э. В горах блуждая за тобой, откликнусь я на зов любой. Эхо, сказали ребята. К дальним сёлам, городам, кто идёт по проводам, светлое величество – это электричество, сказали ребята. А можно ли баловаться с электричеством, сказал Эрмек. Нет, сказали ребята, но слово-электричество и эхо мы обязательно запомним. Слова с буквой Э в нашей речи мы упоминаем не очень часто, поэтому многие из вас слышали новые слова сегодня впервые. В русском языке, ребята, великое множество слов и постоянно появляются новые слова. Чтобы их все знать, надо очень много читать, быть любознательным. Поэтому читайте больше, общайтесь друг с другом, со взрослыми, задавайте вопросы и вы тоже будете много-много знать. Телеурок Отгадали ребята загадки и запомнили слова. Вы тоже запомните эти слова, ведь они все словарные. Вернулись ребята, хорошо погуляли, много интересного увидели, а Эльмира купила книгу любимого крыгызского поэта Алыкула Усмонова и сказала, что в слове поэт тоже есть звук «э», и его надо запомнить. На этом, ребята, наш урок окончен. Я думаю, что вы тоже познакомились со словами на букву «э». скажем спасибо нашим друзьям. А я хочу пожелать вам, чтобы вы много читали, были внимательными и слушали родителей. До новых встреч, ребята! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова